Тяжёлая зависимость, как судьба обошлась с сыном Полищук после её смерти. Советская актриса, театр и кино, педагог, народная артистка России Полищук Любовь Георгиевна родилась в 1949 году в Омске в обычной рабочей семье. Мать будущей актрисы работала швеёй, а отец занимался строительством. В школьные годы девочка активно занималась танцами и музыкой. Она ходила в местную музыкальную школу, выступала на концертах и участвовала во всевозможных музыкальных конкурсах. Тогда об актёрской карьере будущая звезда экрана не думала, она хотела стать певицей. В 16-то лет Люба поехала в Москву поступать во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. Девушке пришлось три дня ночевать на столичном вокзале и питаться в местных столовых. Вскоре абитуриентку приняли в училище и дали ей комнату в общежитии. Жизнь её наследника вряд ли можно назвать счастливой. Любовь Полищук первый раз стала матерью в 1972 году, когда на свет появился её сын Алексей. Наследник артистки решил пойти по стопам матери и прославился как талантливый актёр. Поклонники осыпают его комплиментами, но мало кто знает, с какими сложностями Макаров сталкивается вне съёмочной площадки. Как оказалось, с детства артист провёл в интернате, куда мать сдала его, так как часто улетала на гастроли. Это очень сильно сказалось на будущем артиста, который вырос в проблемного подростка и с 17 лет начал злоупотреблять алкоголем. Долгое время артист не мог справиться со своей зависимостью, уверен, что это весьма негативно отразилось и на его здоровье, и на отношениях с близкими. Помимо этого, в один из самых сложных периодов жизни Макаров страдал от лишнего веса. Переживая депрессию, он растолстел до 127 килограммов, а справиться с переживаниями пытался также с помощью алкоголя. «Это сильно меня подкосило, и здоровье и отношения с людьми», признавался артист в одном из шоу. В итоге артисту удалось справиться с зависимостью и восстановить свою жизнь. Он привёл себя в форму, отказался от спиртного и каждый день занимается в тренажёрном зале, а всё своё время посвящает работе. 23 ноября 2006 года в 6 утра актриса умерла. Любовь Полищук ушла тихо во сне. Утром родственники не смогли разбудить артистку, которая сначала впала в кома, а потом перестала дышать. Непосредственной причиной смерти стал гипертонический криз. Прощание с актрисой прошло в московском доме актёра. На похороны потрясающей артистке пришли многие друзья и коллеги Полищук. Но партнёров по сериалу «Моя прекрасная няня», с которыми её связывали тёплые отношения, не было. Съёмочная группа в это время находилась на Черноморском побережье. Этот поступок расстроил поклонников, которые посчитали, что ради почтения памяти Полищук стоило прервать работу и прилететь в Москву. Могила актрисы находится на Троекуровском кладбище в Москве. В 2007 году любовь Полищук стала народной артисткой Карелии. Это звание ей присудили посмертно. В 2009 году на могиле был установлен памятник, колонна с хрустальным бюстом, изображающим Любовь Георгиевну в молодости. Поклонники отмечают, что памятник будто соткан из тумана. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...